Спасибо большое. Всем добрый день. Постараюсь не задерживать долго. Наверное, на правах закрывающего позволю себе сразу несколько кроссоверов между тем, что проговаривалось в течение сессии. Тем более, что достаточно долгое время я занимался беспилотными автомобилями и боли индустрии, и в целом проектов. И с Викторией Вячеславной на М11 мы запускали всю эту историю вместе. Проработка цифровых двойников, объемы информации и так далее. Все это мне понятно на протяжении последних трех-четырех лет. И, собственно, наверное, предлагаю посмотреть на эту ситуацию уже из космоса в каком-то смысле. Мы сейчас говорим о том, что любой объект, который будет находиться на территории какой-то определенной страны на поверхности планеты Земля, выше поверхности Земли, он требует связи. То есть очевидно, что мы к этому движемся, объекты становятся умнее, транспортные средства умнее, люди требуют все больше объема информации, потребляют все больше объема информации. И на самом деле, если очень коротко, то у нас сейчас есть два типа видосвязи. Это наземная во всех ее проявлениях, будь то мобильная, будь то оптоволоконная, можем перечислять все что угодно. Есть спутниковые, к которым мы привыкли, о которых мы знаем, но, наверное, мало кто к ней привык, на базе геостационарных орбит, на базе тех больших красивых спутников, которые находятся на расстоянии 35 тысяч километров от поверхности Земли. И между ними разрыв, называя вещи своими именами, между наземной инфраструктурой и между тем, что находится в космосе. Потому что то, что находится на геостационарной орбите, оно предоставляет достаточно узкий канал связи, который можно использовать в служебных целях, передавать небольшие объемы информации. Задержки по передаче этой информации, они велики, то есть исчисляются сотнями миллисекунд, что в целом с точки зрения развития цифровизации не позволяет использовать их в ряде сценариев. Есть наземная инфраструктура, которая, безусловно, можно сказать, в России, наверное, одна из лучших в мире, одна из самых современных, развитых, хорошо. Но объективно, опять же, смотря на нее, можно сказать, что она сосредоточена либо в местах жизни людей, либо в местах, где люди передвигаются, вокруг магистрали, вокруг основных дорог и так далее. Есть прекрасная программа по устранению цифрового неравенства, благодаря этому и удаленные населенные пункты подключаются и так далее. Но в целом то, чем занимаемся мы, бюро 1440, это создание некого третьего варианта связи, назовем это так, это на базе низкоорбитальных спутниковых группировок будет предоставлен, здесь каждое слово важно, которое я дальше скажу, это сервис широкополосной передачи данных. То есть это не интернет, который является всего лишь одним из вариантов получения передачи информации, а в целом сервис широкополосной передачи данных. И бюро 1440 как раз этим и занимается, тем, что пытается максимально широкий канал для максимально большой информации предоставить минимальными задержками, которые нам привычно уже благодаря мобильным сетям связи. И мы среди своих клиентов, естественно, видим умный транспорт, беспилотный транспорт, цифровой транспорт, как угодно. Потому что, опять же, глядя на эту ситуацию изнутри, как в свое время потрачено было очень много времени на то, чтобы запустить беспилотные грузоперевозки, сенсоры передают огромное количество информации. На данный момент они передают это внутрь самого автомобиля, ну и в целом как бы сам автомобиль и принимает решение, куда, как ему ехать и так далее, все вычисления происходят на борту. Объективно говоря, это очень дорого с точки зрения самого транспортного средства и сенсоров и так далее. И, конечно, вычислительных мощностей на борту. Рано или поздно это будет пытаться перенестись за пределы транспортного средства. То есть вычисления должны будут происходить в центрах управления данными, должны появиться операторы беспилотных транспортных средств и чем быстрее, тем лучше, которые будут одновременно следить за 10 беспилотниками, за 20, за 30. Все это требует огромного количества данных в режиме реального времени, передаваемого туда и обратно. Для видеоаналитики, как коллеги сегодня показывали и так далее. Поэтому создание такой цифровой инфраструктуры на базе, на самом деле, хорошего микса, я считаю, всех трех видов связи, и геостационарный, и низкоорбитальный, и наземный, это ответы на большинство сценариев, которые потребуется закрыть для высокоавтоматизированных транспортных средств и так далее. Позволю себе еще один такой кроссовер в сторону, наверное. У нас есть очень много, у нас в принципе территория земли мало обжита, давайте называть вещи своими именами, но и территория России, очень много территорий, куда в принципе связь нерационально подводить с традиционными способами. Наземная инфраструктура туда стоит очень дорого, больно обслуживать, поддерживать, обрывы. Я думаю, что в целом проблематика ясна. А спутниковая связь, которая традиционная, она, конечно, позволяет туда посвятить со спутника и передать некий объем информации, но тоже есть ограничения. Поэтому в целом, мало того, что можно такую связь рассматривать за пределами основных магистралей, основных пунктов передачи данных, это сразу говорит о том, что и сценариев для высокоавтоматизированных транспортных средств гораздо больше. Знаменитый проект КамАЗа на Ямале, на Зимниках, он прекрасен с точки зрения реализации, но автомобиль из точки А в точку Б достаточно долго двигается без связи. И мы, безусловно, верим, что беспилотник с этим справится, но хотелось бы видеть, как у него там дела на Зимнике на его расстоянии в 200-300 перегон. Поэтому, добавляя удаленные территории и добавляя еще несколько слоев, например, водный транспорт, северный морской путь, он тоже требует связи, он тоже может быть роботизирован. И летательные аппараты любого вида, большие пассажирские, грузовые, все самолеты, они тоже требуют связи, и пассажиры в них очень хотят иметь связь. Поэтому, в целом, мы про инфраструктуру и видим очень много пересечений со всеми, с кем сотрудничаем на данном этапе. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, будем… Русский старлинг – это вообще так правильно называть или это скорее какая-то мусорная вещь? Ну, скажем, наверное, если говорить об аналогиях, это самая простая аналогия. Самая простая, если корректная аналогия. Да, технически мы, естественно, имеем собственные решения, это не аналогия в полном смысле слова, да, но результат, к которому мы стремимся, да, это 24 на 7, любая точка на поверхности Земли обеспечена связью, к которой мы привыкли благодаря мобильной связи. Ну, и такой немножко провокационный вопрос. Ну, понятно, что на молодеятельных трассах, удаленных регионах, там вы будете опорой, вот и всей этой системе, но все-таки на таких магистральных линиях, вот основных коридоров, все-таки здесь какой-то элемент конкуренции будет с наземной цифровой инфраструктурой связи или это больше как дополнение? Вот вы как видите себя, как вот элемент этого пазла, этой инфраструктуры? Я искренне верю в то, что это дополнение и синергия, просто потому что есть сценарии резервирования основных каналов связи, которые можно делать на базе низкоорбитальных спутниковой и космической связи, есть сценарии дополнения той существовой связи, которая уже есть, если ее технически невозможно расширить. Ну, и в целом кажется, что мы просто еще не до конца себя представляем тот объем информации, который нужно будет передавать в ближайшее время. Он так волнообразно накатывается с появлением чего-то нового, да, то есть стриминговые сервисы. Неожиданно все вдруг решили, что по пути на М11 нужно обязательно посмотреть фильм, сидя в автомобиле. Мобильные операторы поддержат меня, знают эту историю, как было больно и тяжело обеспечить всем постоянную поддержку, фильм посмотреть на М11. Дальше высокоавтоматизированные транспортные средства и так далее. Объем информации будет только расти, поэтому мы можем только в синергии дополнять друг друга. Всем хватит места. Да, да.